Мы давно знаем, что против России еще в времен Холодной войны, 60-х годов, попытки воздействия ведутся с тем, чтобы изменить настроение. Раньше это называлось идеологической борьбой. Новость сейчас состоит в том, что в интернете появился целый ряд документов, которые указывают на то, что имеется связь между британским правительством и некоторыми средствами массовой информации. Например, такими, как «Медуза», она действует из Рики на русскоязычную аудиторию, или «Медиазона», которую основали, насколько известно, скандальные дамы, которые участвовали в группе «Пусть и рают». Но помимо этого действует и BBC таким же образом. Британское правительство свидетельствует документы, дает им гранты, устраивает конкурсы, а цели там достаточно прозрачные. Первая цель состоит в том, чтобы воздействовать на русскоязычную аудиторию, которая проживает за пределами России. Это русскоязычные граждане. Им пытаются привить антироссийские настроения, подпитывать их, сокращают их сопричастность к русскому миру. Вот такая массированная кампания. А вторая цель, она также, в общем-то, прозрачная, и она прописана в этих документах. И она заключается в том, чтобы ослабить, как там прямо написано, российское государство, подпитывать протестные настроения. И, в частности, вот этим довольно много занималась в последнее время русскоязычная служба BBC, которая, тем, кто следит, они видели, что буквально стала рупором Навального и всей кампанией, которая была организована вокруг него, в частности, по демонстрациям и другим протестным акциям. Собственно, документы указывают на эту связь достаточно однозначно. И после их изучения, их несколько сотен, действительно, довольно большой массив такой, мы провели их категоризацию, создали рубрикатор такой. И на этой основе нам стало предельно ясно, что у нас есть все основания сделать представление в британский МИД, что мы и сделали, действительно, буквально вчера, поскольку мы считаем, что речь идет о грубом вмешательстве в дела нашей страны и о попытке расшатать внутреннюю стабильность нашего государства. Такое представление было нами сделано. Мы выразили глубокую озабоченность такими действиями, поскольку они теперь документально подкреплены и их довольно трудно опровергнуть. Думаю, что диалог у нас будет продолжен. Что касается реакции со стороны британцев, то им, конечно, не привыкать к различным обвинениям, здесь они большие мастера. В данном случае им была избрана формула, что британская сторона не комментирует те правительственные документы, которые не были опубликованы в установленном порядке. На это возразить что-либо трудно. Мы сказали, что это только усиливает нашу озабоченность, собственно, и свидетельствует о том, что отрицания наличия вот этих документов мы так и не услышали. Как и они нам часто в подобных ситуациях говорят, что мы эту тему не оставим. А без сомнения мы ее сделаем частью диалога по нашим двусторонним вопросам и будем поднимать ее достаточно регулярно в различных конфигурациях и в различных разговорах по двусторонней тематике. Наверное, без сомнения, если этот вопрос будет поднят в парламенте, это будет иметь определенную важность и больший резонанс, без сомнения. Спасибо.